С началом агитации к работе приступили предвыборные штабы шести кандидатов-президенты. Претенденты на главный государственный пост выехали в города и регионы для встречи с избирателями. Они представляют свою предвыборную программу. Подробности в материале Далина Сиповой. Республиканский общественный штаб кандидатов-президента Касымжумарта Тукаева приступил к активной агитации во всех регионах страны. В список вошли представители народной коалиции, состоящей из трех парламентских политических партий и 22-х республиканских общественных организаций. Активисты клеят листовки и раздают информационные материалы на улицах столицы. Со следующей недели представители будут выезжать в регионы. Согласно выборному закону, мы начали работу ровно в 18.00. Во всех регионах нашей страны более 7 тысяч членов штаба проводят агитационную работу, развешивают плакаты на местах, отведенных по закону. Соратники Мейрама Кожекена из Республиканского Содружества профсоюзов Аманат выразили ему свою поддержку оригинальным способом, оставив пожелания на рабочей каске. После торжественного открытия кандидат связался с региональными штабами. На связь вышли представители штабов из Алматы, Шимкента и Павладара. На сегодня у него более 100 доверенных лиц. Мы провели рабочее совещание с доверенными лицами, где окончательно была утверждена программа кандидатов в президенты Республики Казахстана Кожекен Мирамзи Кешича. Также была утверждена программа его агитационной работы. На сегодняшний день в штаб насчитывают более 100 доверенных лиц. Эта работа продолжается. С сегодняшнего дня Мирамзи Кешич поедет на родину, в Павлодарскую область, начнет свою агитационную работу с города Павлодар и Ахсу. Харахат Абден, поддерживающая феминизм и автор книги «Ты казашка, гордись», решила начать великое дело согласно традиции, взяв благословение у родителей. Для этого она приехала в родной дом. В ближайшее время она начнет встречу с избирателями. «Особое почтение должно отдаваться родителям. Казахи никогда не начинали дело без их благословения. Именно поэтому я приехала в свой родной дом и заручилась поддержкой близких». Уже после Харахат Абден приняла участие в первом заседании республиканского штаба. Всего в поддержку кандидата работает 20 филиалов по республике. Водвиженец от Народной демократической партии «Аул» Жигули Дайрабаев о планах проведения предвыборной кампании рассказал на заседании своего штаба. Он намерен охватить агитации 88 городов, 30 поселков и более 6 тысяч сельских населенных пунктов. В поддержку своего кандидата выступили фермеры и активисты молодежного крыла партии. «В общей сложности предусмотрено более тысячи мероприятий по всей стране. Доверенные лица мы планируем согласно законодательству на каждый избирательный участок, не более трех доверенных лиц. Но мы думаем, что, собственно, доверенные лица будут соответствовать количеству избирательных участков, то есть более 10 тысяч доверенных лиц будет. План действий составлен, график выезда нашего кандидата и доверенных лиц по всем регионам страны. Мы постарались охватить все 20 регионов страны». Агитационная работа началась в штабе еще одного кандидата. Офис Центрального республиканского предвыборного штаба Нурлана Ауизбаева расположился в Астане. Здесь будут находиться пресс-служба, специалисты, координаторы проектов, специалисты по СММ-продвижению. Штабы открылись во всех филиалах в регионах. Там будут работать руководители региональных штабов и их помощники. «У нас огромная работа проведется. У нас по всему Казахстану 20 филиалов. В общем, 17 областей, 3 города. Мы постараемся по всему Казахстану пройтись. По мировозмущению. Если нет, наши филиалы там работают». Заседание оргкомитета прошло и в штабе еще одной женщины кандидата в президенты Салтанат Турсумбековой. Участники обсудили предстоящую работу. Ее команда уже приготовила листовки, баннеры, видеоролики и другие информационные инструменты. «Есть все необходимые кабинеты, оргтехника, связь. И я думаю, что у нас уже сотрудники в течение пяти дней практически прочитали все требования выборного законодательства, ознакомлены. Во всех областях, 20 регионах у нас сформированы штабы. Никаких проблем нет на сегодняшний день. Все идет очень четко. То есть мы соблюдаем все требования». Предвыборная агитация продлится до полудня 19 ноября. Потом наступит день тишины. А 20 ноября пройдут внеочередные президентские выборы. Даля Насипова, телеканал Алматы, Астана.